больше будет у тебя спасить совета давай я много читал в интернете но это было давно можно сказать неправда короче что ты нам читал что нужно делать когда ничего не хочется делать когда у тебя выгорание депрессия я 5 лет квартиру убрать не могу практически но знаешь и у меня такое тоже случается у меня бывают моменты когда прямо вот я ничего не хочу делать я вот лежу как рыба мерфная в постели все у меня все бесит дэвид там из этого тоже бесится я еще больше этого бешусь но реально просто да опускаются руки ты не можешь даже убраться ты не можешь элементарно даже пойти и те лень приготовить себе еду в таком формате правильно не еду я могу это уже хорошо это уже хорошо знаешь по полочкам не могу слушай но первую очередь тебе нужно вообще понять что ты хочешь от этой жизни это вот мои чисто лайфхаки я не психолог да я не какой-то там эксперт по выходу из таких состояний чисто моё нужно просто полежать во-первых дать себе у тебя затяжная понимая история но я себя даю там пару дней отлежаться в постели поныть посмотреть сериальчики ничего не делать ничего не убирать потом я думаю о том что вообще я хочу от этой жизни я хочу вот так вот сидеть как бы за страной квартире ничего не убирая ничего не делаем не все лень либо же я хочу двигаться дальше хочу прийти к кому-то клевому классному результату своей жизни получать удовольствие и кайфовать да я хочу получить удовольствие кайфовать тогда что мне нужно сделать мне нужно поднять свою жопу с кровати и начать что то делать потому что я вот кстати такая фраза о том что типа порядок в твоей жизни начинается с порядка в твоем шкафу либо что-то такое короче я точно не знаю ребят ну как то так эта фраза на голове с порядком в голове ну вот поэтому для начала едино в darle заботей своей голове что ты вообще от этой жизни хочешь, потом навести порядок в том месте, в котором ты находишься 90 процентов своего времени. Ну, окей, не 90, у меня лично 90, потому что я все время из дома работаю, и поэтому хочется жить в чистоте, потому что вот эта вот красивая картина вокруг тебя, она тебе заряжает энергией. Лично мне это так происходит. И после этого, понимаешь, когда ты уже наведешь порядок в своей квартире, разложишь все по полочкам, тебе самому дышать станет легче, и тебе самому как бы откроются, понимаешь, какие-то новые взгляды на эту жизнь, потому что, живя в бардаке, в полном хаосе, ты так и будешь погрязать в нем еще больше. Но кроме тебя с этим никто справиться не сможет. Поэтому, если ты прям чувствуешь, что тебе очень хреново, и ты вообще никак не можешь сядь в себя в руки, то попробуй обратиться к специалистам. Есть всякие бесплатные линии, куда можно позвонить и просто поговорить. Либо вот со мной на Полина отвечает поговорить. Короче, поднимай свою жопу с дивана и убирай по полочкам, потом мне фотоотчет пришли. Ясно? Улан задал вопрос. Полина, спрошу про женскую дружбу. Была ли ситуация, что ты предала подругу? Улан, нет. Такой ситуации не было, чтобы я это сделала как бы специально. Был момент в моей жизни, расскажу его, не буду называть имен, естественно. Аноним, спасибо большое за донат, спасибо огромное, мне очень приятно. Была такая ситуация, что мы были молодые, условно говоря, первый курс университета, и у нас была какая-то вписка, и я была со своей лучшей подругой, на этой вписке был молодой человек, ее бывший молодой человек. Мы все очень сильно были пьяные. Ну, у каждого такое, наверное, в жизни было, ребят, мы же откровенно с вами разговариваем, мы были очень сильно пьяные, и якобы, я этого не помню, возможно, я была на той стадии как бы распития спиртных напитков, что я уже в жизни своей давным-давно не делаю, чтобы напиваться такого состояния, вот, что мы там то ли обнимались, то ли целовались, но мы потом с ней эту тему обсудили, поговорили, я сказала, что вообще была не в себе, во мне просто новая личность. Это была единственная, наверное, такая ситуация в моей жизни, которая, собственно, это нельзя назвать предательством, и с ее, и с моей стороны мы не назвали это предательством, но это была просто неприятная ситуация, которая происходила. Нет, я так не поступала, вот, если конкретно предавать, но со мной так поступала моя подруга. Это факт, и это было. И могу рассказать эту прекрасную историю, если вам интересно. Короче, история была такая, что мне нравился молодой человек, и у нас с ним, мы с ним были знакомы и до этого, и у нас когда-то были какие-то там отношения и мутки, как это принято называть, да, на молодежном сленге, в том возрасте, в котором я была, studio. Но мы с ним начали заново общаться через какой-то период времени. Мы опять-таки собрались на тусовку на квартире у наших друзей и отдыхали. Приехала моя подруга, и она закрылась, она знала, что мы с ним заново начали общаться, что у нас там зарождаются заново отношения, она с ним закрылась комнату и начала с ним там целоваться. И они очень долго были в этой комнате, и тогда я выломала дверь у этого чувака в квартире. Я вот так вот со злостью, я понимала, что они там закрылись, я понимала, что они там делают я прям дверь была закрыта с той стороны я выломала и настолько что дверь у меня вместе со стеной по бокам короче прям пенопластом вот с этим вот вылетела и упала на пол естественно я вошла они там друг на друге лежат и я такая ну зашибись но как бы я считаю что это приятельство потому что подруга знала прекрасно какие у нас тот момент были отношения с тем молодым человеком вот такая ситуация была в моей жизни вот ты много раз рассказывал вот эту историю почему-то вообще ну типа начала вот эту карьеру на этом да и получается вот если бы тебе тогда дали выбор или youtube или хаб чтобы ты выбрала слушай наверное все таки я выбрала бы хаб я был если бы знаешь если мне дали выбор и я знала что за ним дальше будет я выбрала бы хаб потому что не факт что на ю тубе бы я могла бы раскрутиться до такого состояния как это произошло на хабе вот но и в принципе в принципе потому что это было такое командное решение семейное условно говоря да с дэвидом и как бы мы такие в команде начали делать хотя до того как я зарядилась на хабе у меня были попытки стать инстаграм-блогером они просто были безуспешны в тот период времени вот было сложно я не понимала как развиться и не понимала что делать в инстаграме чтобы набрать подписчиков вот и я пыталась там создавать свой магазин корейской косметики онлайн в инстаграме и все в таком духе но что-то не срасталось и да я кстати не рассказывал никогда еще даже на твиче когда вы все это обсуждали да и в итоге ну хаб почему бы и нет потому что мы как бы с дэвидом любим все все такое интересное слушай я верю но эта дружба она длится короче окей у меня у был опыт такой у меня был нет она длится она остается просто когда у кого-то из друзей появляется вторая половинка эта дружба улетучивается по причине того что там девушка новая будет ревновать как я считаю либо парень там будет до ревновать к другу потому что у меня был такой друг и он есть и мы с ним общаемся до сих пор я сейчас общаюсь с его женой но мы уже конечно не общаемся так близко как мы общались там лет семь назад но был момент когда мы прям вместе спали в одной кровати тусили постоянно там чуть ли не жили вместе классно проводили время при этом абсолютно без какого-либо потекста сексуального из его там с моей стороны никогда не было никаких там намеков и так далее и все в этом духе но когда появляется у каждого свои отношения и семья вы немножечко расходитесь до моем случае мы продолжаем общаться вот я живу в таиланде и недавно с женой прилетали сюда в таиланд мы вместе тусили ходили болтали сидели там разговаривали за жизнь за все там вспоминали наши какие-то моменты но уже конечно не так тесно на примере моей мамы скажу что у нее есть лучший друг с университет а маме 56 лет они до сих пор дружит они до сих пор созваниваются до сих пор приезжают друг другу в гости у них прекрасные отношения дружеские но на примере моей 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 дружбы да у нас не было друг другу чувства на примере мамины дружбы со стороны и другу всю жизнь он испытывал к ней какую-то симпатию поэтому я не могу сказать на сто процентов типа что вот именно дружба дружба в понимании что ты не влюбился да в своего друга она существует скорее всего больше процентов 90 процентов что кто-то и в этой дружбе испытывает к своему другу симпатии меня здесь почему-то я не вьетнам можно меня вопрос задать библи мне вот интересно слушай ну потому что я была в таиланде два года назад и мне очень понравилось дэвид был в таиланде до этого четыре раза и ему тоже есть очень нравится здесь относительно недорого чтобы жить здесь клёвая погода климат который нам подходит добрые люди клёвая атмосфера низкая преступность поэтому мы выбрали это место мне нравится даже сейчас сезон дождей на у нас прекрасная погода у нас полили дождей две недели и сейчас просто солнышко облачков нету просто зашибись поэтому не знаю мне мне безумно нравится мне нравится здесь тайцы которые смотрят на тебя улыбаются общаются с тобой им совершенно неважно какой-то раз и какой-то национальности что вообще происходит они просто любят людей мы может быть это буддизм я кстати хочу его изучить и надеюсь что я в ближайшем будущем смогу окунуться в эту культуру и вообще понять понять это вероисповедание если можно это так назвать но это можно же так назвать правильно до вероисповедания буддизм да вот но мне прям прикольно мне очень нравится общаться этими людьми они какие-то все спокойно они никуда не торопятся у них нет спешки и ты иногда ловишь этот вайп вот этом ритме постоянно что-то работать что-то делать смотришь на тайцев а у них все кайфово они просто живут радуются своей жизни листочкам змейкам паучкам и это очень клёвно вообще какая какая твоя любимая пора в году что тебе больше всего лета и почему и почему но я сейчас живу в азии поэтому у меня лето круглый год у меня в новый год было лето ребят лето потому что я родилась летом но кстати есть один маленький нюанс как из-за того что я родилась летом и день рождения у меня 10 июля мне скоро день рождения у меня никогда не было друзей на дне рождения но были они но не в таком количестве котором бы я хотела потому что все разъезжались на ба на дачу к бабушкам куда-нибудь на море уезжали и всем такой блин все кого я хочу позвать они все разъехались вот правило мои лучшие подружки с детства все время были со мной к слову и те с кем мы до сих пор дружим почему ли это потому что нельзя не надо носить одежду можно кайфовать шортиках гулять вечерами ночами наслаждаться теплым воздухом летним бризом я летний человек поэтому мне так больше нравится чем любовь отличается от привычки давай так по при по моему мне у меня вещи никогда не было в отношениях чтобы типа просто привычки хотя я была в отношении когда у меня было любви я просто жила с парнем потому что да он мне нравился он был клёвый все было классно но я не хотела жить с родителями в тот момент времени я просто мы жили вместе кайфовали у нас были клёвые отношения но при этом не было кота любви то есть я понимала что я от этого человека не хочу там в будущем иметь детей и все в таком духе привычками просто живете у вас все однотипно вас нет секса в первую очередь вы не целуетесь это очень важно целоваться в отношениях потому что когда вы перестаете целоваться ребят с этого начинается некоторые проблемы в семье потому что поцелуи классные клевые с языком они на мой взгляд очень важны в отношениях пары не не важно сколько вам лет и не важно сколько вы вместе потому что это должно происходить от поцелуев уже зарождается страсть зарождается все остальное если нет страсти если вы друг друга не подогреваете если вы просто живете будешь есть не будешь есть привет с работы привет я Пока я пошла спать, то вот она, привычка, просто находиться рядом в одной квартире, каждый занимается своими делами. И у вас нету не то что общих интересов, а просто даже общих точек соприкосновения в каком-то духовно-интимном плане, чтобы не только вместе там посидеть в обнимочку полежать, но и каким-то общим делом заняться, фильмец посмотреть, что-то обсудить, куда-то вместе съездить, чтобы это было не просто типа вот, выходной, надо поехать в кино, а чтобы это было прям желанием двоих людей что-то сделать. Полина, как ты считаешь, является ли мастурбация актом признания тотального, абсолютного поражения в жизни для мужчины, что мастурбация это последнее прибежище неудачника, его хоспис? Господи, Йоркези, ты что, с ума сошел, что ли? Я придерживаюсь мнения, как сволк с Уолл-стрит. Мужчина должен мастурбировать, чтобы снять свой стресс. Я, кстати, недели две назад у Дэвида спрашивала, ты мастурбируешь? Он такой, да, нормально, тогда все в порядке, тогда все в порядке. Если что, кстати, некоторые девушки ревнуют к тому, что мужчина может мастурбировать. Некоторые мужики тоже ревнуют к тому, что женщина будет там себя самоводовлетворять как-то и так далее. Ребят, все в порядке. Иногда есть такое желание, с которым может справиться только твой организм, понимаете? Такое мимолетное, быстренькое, такое хоп-хоп, ты сам знаешь, как что нужно сделать. Хоп, все, стресс снят, ты нормальный, ты расслабился и погнал дальше. Так что, нет, я не считаю, Йоркези, что это является каким-то убийцам мужской силы молодых юношей. Нет. Все нормально. Какая твоя любимая настольная игра? Дим, я не люблю играть в настольные игры, кстати, это факт. Но если выбирать из тех, которые я играла и которые мне понравились, это Imaginarium. По-моему, это так называется. По-моему, Imaginarium. Если я не ошибаюсь, то это игра... Короче, есть две игры, которые мне нравятся. Сейчас вы, может быть, мне подскажете, кто шарит. Imaginarium, по-моему, это когда ты достаешь картинку. Или нет, человек закадывает, короче, картинку и, допустим, какое-то словосочетание или фразу. А у тебя есть карточки в руках, и тебе нужно выбрать карточку, которая соответствует какому-то наводящему слову то, что человек загадал, и выложить на стол. Как-то так это происходит. Еще одна игра групповая. Групповая игра, я люблю. Шутка. Где ты тоже ходишь, типа, фишечками. Выполняешь всякие задания, типа, Элиас. Повторить слово, написать на бумаге, слепить из пластилина и так далее. В общем, вот эти вот две игры из того, что вообще есть, самые такие любимые. Ты любишь иногда побыть одной и посмотреть сериалы, какие сериалы смотришь. Из последнего я смотрела «Жить жизнь» и «Жизнь по вызову». Еще какой-то такой русский, короче, сериал смотрела, но мне прям зашли. Прям зашли. Поэтому, кто не смотрел, посмотрите. Я что хочу посмотреть из сериалов, мы сейчас собираемся с Дэвидом пересмотреть сериал во все тяжкие. Я не знаю, когда мы начнем его смотреть и как у нас вообще, в принципе, получится его посмотреть с нашим графиком. Но мы хотим попытаться это сделать и хотя бы, может быть, по воскресеньям, в ночь, в воскресенье на понедельник смотреть этот сериальчик. Он старенький, но я его никогда в жизни не смотрела, поэтому мне будет интересно. Сложно, сложно. Сложно? Да. Я сейчас буду меркантильной, но я бы загадала себе кошелечек, где никогда не кончаются деньги. Но сорян, ребят, как есть, я вам говорю правду, да? Я люблю деньги, вы все это знаете прекрасно. Поэтому кошелечек, когда никогда не кончаются деньги, это идеальное решение. А потом бы я загадала бы здоровье для себя и для своих близких, в семье и для друзей, чтобы они никогда не болели и прожили как много больше времени на этом мире без всяких болячек и стрессов. А третье бы желание я, наверное, бы оставила на всякий такой черный день, условно говоря. Вот когда какая-нибудь жопа произошла, чтобы ты мог такой взять и воспользоваться им. Это типа, Поль, приватный прудик с золотыми рыбками? Ну, я думаю, такое желание нельзя будет загадать. Ну, это было бы идеально. Нескончаем. А зачем мне кошелечек, собственно? Можно прудик с рыбками золотыми заказать? А там и речь, там и речь. Все, спасибо, Полин, большое. Спасибо, которого спасибо большое. Вечером ночью. Тебе тоже. Спасибо большое, тебе тоже хороший вечер. Спасибо за интересные темы, потому что сегодня реально были клевенькие вопросы, над которыми можно было подумать, пообсуждать. Мы с вами дискутировали, общались. Этого мне не хватало, и это безумно клево. Так что всем киском пис, всем писком кис, обнял-приподнял. Увидимся с вами в субботу здесь. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok